Эмоции? Праздничные застоли? Повод выпить, поесть, собраться шумной компанией? А может это подарки? Песни? Калятки? Время традиций и обычаев? Часто ли из наших уст в этот день звучит имя того одного, кто достоин больше всех? Его, который родился и начал новую эру? Или же свет, гирлянд, громкие народные гуляния, ломящиеся столы и один за другим? Произносимые тосты заглушают его голос в нашем сердце. Что же это за день? Что он значит лично для меня? Добрый день. Знаете, размышляя о своей жизни, я понимаю, что все-таки был желанным ребенком в своей семье. Мама очень много вкладывала в меня все самое лучшее. Она учила меня, что нужно быть послушным. Нельзя воровать, нельзя обманывать, нельзя убивать. Я был послушным, я рос. До четвертого класса я учился хорошо. А после старшие товарищи научили курить, появились другие интересы, другие увлечения. Пропал интерес к учебе. Отцу до меня никакого дела. Его слова «пойдешь в армию, там из тебя мужика сделают, там с ему научно». И я потихоньку катился вниз. Не то чтобы круто вниз, но плыл. Потом берегу в другую школу, новые друзья, новые интересы. И улица как бы не испортила меня. У меня были отличные друзья, с которыми мы дружим до сих пор. Конечно же, были в моей жизни те моменты и события, о которых вспоминать даже не хочется. События, которые были на грани. Порой даже жизни и смерти. Однажды мы чуть было не обворовали торговый ларек. Попали в милицию, конечно. И просто каким-то чудом никто из нас не пострадал. Мы взрослеем. Дискотеки, драки, гулянки. Кто-то скажет, так становятся мужчинами. Нет, неправда. Так становятся эгоистами. Так появляется безответственность, безнаказанность. Так становятся трусами. Предателями. Езда за рулем без водительского удостоверения, в пьяном виде. А так весело завтра утром вспомнить то, что было вчера. Половину ты из этого не помнишь просто. А тот пешеход вчера чуть было не попал под колеса. И так все тупо. Ты даже не думаешь о последствиях. Ты не думаешь об ответственности. Просто этого нет. По районам сборы. То тут, то там ты узнаешь, что кого-то избили, кто-то попал в больницу. А кого-то просто на улице убили молотком. Цена жизни и молоток. Незадолго до выпускного вечера девочка из параллельного класса, ну, просто красавица, отличница, умница, гордость своих родителей, была найдена изнасилованной и мертвой. Это подросло всю школу, весь район. Но вопросы, кто, зачем, за что, они так и не нашли своего ответа. И эти вопросы, они есть. Потом два года армии, где из меня делали мужика. Да, эти два года дали много положительных вещей в моем становлении, но все то же самое. Пьянство, воровство, страх, унижение, наркотики. Мне 20 лет. Работу не найти. Специальности, как таковой, у меня нет. Некуда пойти. Куда? Работал в милиции. Поначалу держался дисциплина, выучка еще из армии. А потом вместе с окружением. Вниз. Пьянство, взятки, побои. И тут депрессия. Наступило время, когда я задаю себе вопрос. Ведь это не то, что я люблю. Это не то, что мне нравится. Это не то, чем я хотел заниматься всю свою жизнь. И становится вопросом, зачем я? Ради чего? Зачем я нужен? Рано или поздно человек сталкивается с этим вопросом. И печально, если этот вопрос так и не находит своего ответа. Моё рождение вряд ли кого-то порадовало. Четвертый ребенок в семье, девчонка. Папе было 42. И он был занят своими машинами и друзьями. Маме 38. У нее уже есть две дочки и любимый сын. А тот я. Ну, просто так получилось. И на врач, осматривавший маму, он отказался делать аборт. Ну, родилась и родилась. Сестры уже, будучи достаточно взрослыми, они стыдились этого. А брат, ну, семиление жизни мальчишки, наверное, достаточно интересных событий. Кроме рождения сестренки. В раннего детства я просто помню немало. Но, тем не менее, есть какие-то определяющие моменты. Такие, как, например, ладошка бабушки на моей голове. Она гладит меня по волосам. И это очень приятно. И я знаю, что она меня очень любит. А потом ее не стало. Сестра разбудила меня рано утром. Сказала. Бабушка умерла. Я прохожу на кухню, вижу, как женщины суетятся вокруг нее. Сажусь на стул и понимаю, что я осталась одна. Я как-то рано и сразу осознала, что человек, по сути, одинок. И наличие мамы и папы вообще не определяет, одинок вы или нет. Говорят, что детство — это лучшее время. Для меня детство — это время тотального контроля и собственного бессилия. Моя мама хотела, чтобы я была лучше. Лучше всех. Выучила ли ты уроки? Сколько ты получила? Учи. Мало еще. Никаких поблажек. Я не понимала геометрию, алгебру, за что и получала по полной. То, что ты в идеале знаешь историю, то, что ты ведешь все концерты, литературу отлично знаешь, это не считается. Ведь всегда найдется тот, кто лучше тебя. Например, твоя сестра комсорф-школы, либо твоя подруга отличница. А я? Да меня муж не примет, свекров выгонит, на работе держать не будут. Повзрослев, я поняла, что все это глупости. Но скажите, кто? Кто сотрет внутри образ вечной неумехи, недотеклы? Ведь смешно же сказать. Я даже документы забрала из института просто потому, что мама сказала, ты не поступишь. А потом? Потом было взросление. Люди рядом сменялись. Дом, работа, дом, работа и одиночество. Не в смысле того, что рядом никого, а внутри. Такое глубокое и холодное, как зимнее небо. Одиночество с режущими вопросами без ответа. Кто я? Зачем я в этой жизни? Вообще зачем вся эта жизнь? Бессмысленная. Бессмысленная и проигранная, уже побежденная. Более страшным холодом смертью. Написанный сценарий жизни. Кто? Кто может изменить его? Порой я задаю себе вопрос. Кто я? Обычный парень из простой семьи, которого не ждет многомиллионное состояние родителей. И которому многое нужно сделать самому, для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. В парень, который не побоялся поверить в свою мечту. И в то, что для его жизни есть что-то большее, чем просто отучиться и всю свою жизнь делать просто работу, принося прибыльщик на карман и довольствоваться тем, что имеешь. И так живет большинство людей. Сколько себя помню, меня всегда сопровождал дух стеснения, ощущение какой-то неловкости, какого-то страха. Я рос домашним и абсолютно неприспособленным к суровому миру. Люди часто говорили мне, что ты ни на что не способен, у тебя нет никакого таланта, и ты лишь маленькая часть огромной системы, которая ничего не сможет изменить. И куда бы я ни шел, мне давали понять, что мне здесь нет места. На мне всегда был ярлык, ты не такой. И так устроено наше общество, что тебе каждый день нужно доказывать, кто ты есть, и то, что ты достоин места под солнцем. Люди считают, что для того, чтобы что-то достичь в этой жизни, нужно быть наглым, изворотливым, подлым, иначе не проживешь. Но когда ты добрый, мягкий, открытый, все будут плевать тебе в душу и вытирать об тебя ноги, и просто использовать. Многие видят во мне абсолютно два разных человека. Это Ваня, который в жизни, и Джованни тот, который на сцене. Ваня, он стеснительный, немного неуверенный, его часто мучают сомнения. И тот же Ваня, который знает, чего он хочет в жизни, который верит в то, что для его жизни есть что-то особенное. И все эти трудности на его пути это лишь маленькие ступени на пути к его мечте. И, вы знаете, Ваня, он только один. Ведь только он один выбирает, кем ему быть. В рождественскую ночь Бог стал одним из нас. Но не в славе, а в немощи. Мы ездима, призренным для всех, кто верит только в силу и в земное величие. Никто не принял его. Его мать под свой кровь. Все сошли ее чужой. Празднуем рождение Христа. Мы празднуем свое рождение тоже. Не боживы ли мы без него? Мария, знала ты, что твой сын однажды на воде пойдет. Мария, знала ты, что твой сын однажды спасенье принесет. Знала ли ты, что твой сын пришел, что помоги тебя, рожденный тобою, возроди тебя. Мария, знала ты, что твой сын пришел, чтоб дать слепому зренье. Мария, знала ты, что он штурм мою смирит. Рукой своей знала и ты, что твой сын тогда-то средь ангелов падеет. Когда его ты целовала, ты целовала, целый мир, Мария, знала ты. святой прозвий, глухой услышит, и мертвый оживет. Хромой пойдет, и мой восприняй, хвала великий Бог. Мария, знала ты, что твой сын не все народом и избавленье. Знала ли ты, что твой сын не собрется, посланый с небес, младеет спящий яска, великий я есть. Лена, подложка, стихо. А потом все вдруг стало меняться. Внутри нарастало такое волнение, как будто вот-вот откроются новые двери. Не знаю, может, это было просто после новогодней атмосферы, вот эти яркие витрины, огоньки, вот этот слоган, праздник приближается, праздник приближается. Был как у Рождества, и все мои сотрудники, они планировали свои побоки, там, посиделки. А я думала, ну что может маленький розовый куб с этой поздравительной открытки. В этот день я спешила домой и столкнулась с соседкой на лексичной площадке. Обычно я избегала ее врачевых разговоров о Боге, а в этот день как-то растерялась. Мы столкнулись, и она сказала с Рождеством и ткнула мне книжицу в руки. Думаю, я ее открыла чисто из приличия. Там была такая картинка, рук держащая младенца. И я подумала, ну вот очередной пупс. Она начиналась со слов «Мое дорогое дитя». И я читала и плакала. Плакала и читала. А у меня все, что было внутри, оно заморожено, оно просто оттаяло и ожило. Я обретала что-то новое, как будто заново рождалось. Два рождения. Иисуса и мое, они так далеко были между собой. Две тысячи лет, и его смерть оттягала. Но именно из-за этого я поняла, кто я, кто моя настоящая семья, которая в меня верила. И из-за этого стоило меняться, и чего-то хотеть, и к чему-то идти. Я знала, кто я, откуда я. И это небо больше не было пустым для меня. Об Иисусе я знал давно, еще с детства. Каждые выходные мы с моим младшим братом проводили премиум «Бабушка». Это каникулы. И от нее мы знали все истории, многие истории о Ное, о Ковчеге, о Моисее, о Иисусе, о хлебах и рыбе. Но это были всего лишь истории. Истории из книжки. Конечно же, которые позже оказались для нас в Библии. И вот мне 30 лет. Я капитан милиции. Есть перспективы в службе, но нет перспективы в жизни. Я в разводе. Планов на семью у меня никаких нет. За мной ничего. И однажды человек, который оказался рядом, показал мне, что те вопросы, которые у меня были когда-то, которые остались, они не нашли своего ответа. На них есть ответ. И все так просто. Это Иисус. Я знал о Нем. Но я знал о Нем, о Иисусе. Он был у меня в моей памяти, там, издалека, из своего детства. Но у меня не было его в сердце. Он не родился там. Его там не было. И когда ты говоришь ему «Да» и попадаешь в объятие того, кто ждал тебя всю твою жизнь, ты понимаешь, что жизнь, она только началась. что все по-новому, все по-другому, все, что было, этого нет. Ты понимаешь, что перед тобой все горизонты, все открыто. Ты начинаешь понимать, кто ты, зачем ты и почему. И мне хочется пожелать, чтобы в этот рождественский вечер каждый из вас заглянул в свое сердце и посмотрел, родился ли там Христос, чтобы зажглась та вифлеемская звезда, которая укажет вам путь. Посмотрите, там ли он. Я знаю, что у моего Бога есть ответы на все мои вопросы. И действительно, рождение Христа это великое событие. Иисус родился для того, чтобы умереть за все наши страхи, за все наши грехи, за все наши немощи и болезни. И только с Богом мы будем иметь жизнь в полноте. И я знаю, что Господь приготовил для меня великую судьбу. И только с Ним я могу понять, кто я, ответить на все свои вопросы, раскрыть все свои таланты и понять свое истинное предназначение. Куда ни глянь, с кем везде на лице и на земле я не могу сдержать свой смех, как будто мне 15 лет. Куда бы я ни шел, он кружится надо мной, он покрывает нас, он вокруг нас так. Я так любую и на сезон Бог отдал сына своего, давай откроем жизнь в сад, мол, это нам молнии. Пришло Рождество, расскажем вместе мы и славу вас родим. Пришло Рождество, ты улыбнись и всем скажи, пришло Рождество, родился и славу вас родим. И славу вас родим. Однажды все во тьме мы были, мы запутались, не знали мы, что Боже сын пришел для нас, что вместе были мы сейчас. Я благодарен тебе, Бог, пою, теперь я тебе спаситель. Любовь нам отдала себя, что мы на месте Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон